ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуй. Привет. Как жизнь? Хорошо. Ты из какого города? Город-герой Москва. Слушай, а что ты в черных очках, в солнечных сидишь дома? А ты из какого города? Я в Калифорнии живу. В Калифорнии? А город какой? Ну, недалеко от Сан-Франциско, небольшой город. Город там, если ты беременничаешься? Можешь считать, что беременничаешься. Нормальный конкретно задал. Город называется Денвилд, но ты же его не знаешь. А это город? Это город, да. Его многие калифорнийцы не знают. Америка от что-то из маленьких городков в основном. Я знаю, знаю, знаю. Ну, ты такой живешь, что там в городе, где роднеки живут, да? Или как? Нет, нет, нет. Это как раз я живу в очень хорошем районе, в хорошем городе. Рисорнии роднеки. В богатом, в богатом. Я вообще за роднеков, как бы, ну, нормально, рабочая, как бы, ну, Америка. Ну, вы, ты что делаете? Я тоже ничего не имею против роднеков, кстати. Я когда работал на Аляске, был на одном корабле, там был капитан. Я не верю, что ты работал на Аляске, как бы там не вышел, по-моему. Почему? Ну, блин, мне кажется, такой нежный. Интересно, почему у тебя такое мнение? Ну, по разговору твоему, там, по повадкам. Вот, скажи, по мне не видно, что я нежный, да? Вообще не видно, что я нежный, правильно? Что значит нежный? Объясни, пожалуйста. Ну, как, не знаю, там, ну, блядь, пуховый, добрый или как? Нет, я очень добрый, да. Там, по-вашему, скажи. Ну, что я жесткий, блядь. Так вот, смотри. Мне бы хотелось, как минимум. Ну, хорошо, я понял, жесткий. Смотри, я когда работал на Аляске, капитан корабля, одного, на котором я был, работал... У меня здесь еще капитан корабля... На Аляске капитан корабля, блядь, из Палифорнии, блядь, Тихо, 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 не ругайся, ма-то. Чего ты сразу говоришь? Я говорю, когда я был на корабле, капитан этого корабля, честно у меня такой ну я подожди секунду нихуя себе это телемаркетеры да так вот капитан корабля мне сказал что он ты слышишь меня нет да не не я просто ваху и ты мне сказал что я подожди секунду не ругайся ну не 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 честно я просто ваху я не то что ты вроде бы такой нормальный вроде человек а ты оказывается конченая бедло то город герой москва ты приехал из деревни да ты приехал ты из деревни приехал до куда в москву не откуда ты приехал из какой жопы мира сидит чмо блин долбаная небритая блин нищая говорит я графских кровей голубых кровей да а слушай ты голубых кровей я правильно тебя понял голубой мне папа разрешил чувак графская кровь это голубая кровь тебе течет голубая кровь чувак да тебя за голубую кровь твои же власти загнобят и твои знакомые загнобят поэтому больше никому не рассказывай никому больше не рассказывай какого цвета у тебя кровь тебя заберут туда куда надо и на бутылочку посадят на бутылку посадят смотри ты с тем что ты ругаешься матом я тебе выключил звук поэтому ты зря щелкаешь клювом своим час понимаешь не щелкай клювом не щелкай клювом я тебе выключил звук убежал пощелкал клювом и убежал голубая кровь так мы и назовем это так и назовем улыбаешься ну да повод да не просто и что тебя так обрадовало да я вспомнил сразу ваш конфликт с миротворцем адгаром это чудная вещь происходит да это не мой конфликт я с ним вообще не конфликтуют пусть а вы а вы смотрите его да ну да его смотрю но вы же вы да россия насколько я понимаю я марсианин уже но я я уже очень понимаю где какой стране не но вы-то находитесь в россии ну да но вы ну судя потому что вы смотрите вы как бы не очень так пророссийский настроены да да я вообще ненавижу большое количество россиян и я ненавижу путина путина у нас даже не то что путин один у нас даже коллективный путин тут во многом во много части коллективный конечно вот эти а вот ну вы твоем кругу вы это говорите открыто прямо людям или у вас это опасно говорить да да я я говорю а а почему вы не боитесь а кого мне боятся пусть меня боятся ну кого кого как минимум трат до 50 тысяч либо могут вы понимаете посадить в тюрьму например за что за что за что именно что роды за оскорбление власти есть статья у вас если например вы скажете ненавижу путина да это как оскорбление власти можно копировать второе если вы скажете вы например против войны с украиной это дискредитация вооруженных сил российской федерации штраф до 50 тысяч а если это вы где-то там в публичном месте например это могут вам перекатировать статью как экстремизм а это уже уголовное дело и срок пусть вот эти которые мне захотят нарисовать штраф пусть они посмотрят внутри государства а там они пусть рисуют штрафы мне за что боятся штрафа за то что я говорю правду да вы же знаете сколько случаев лет я на сам много раз показывал когда люди с плакатами нет войне или ну штраф 50 тысяч сразу понимаете я вот хабаровчанин а хабаровск это зеленый клин это этнические украинцы только просто многие при советском союзе об этом не знают что задрочено было это или все все украинцы знают что такое зеленый клин 44 области было по ну сейчас на современной титуле россии и область а какие области но скажите но я конкретно их не помню но я знаю что там вот где кубан кубань потом где у меня про дальний восток про дальний восток я имею ввиду но зеленый клин называется ну да а какие там а или вы имели ввиду не там четыре области а где-то сегодня по россии по россии не ну это да ну на современной территории да да там где белгород там где кубань естественно нет 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 там была одна область я не знаю я не помню как она называется но она короче какой-то тоже клин в сибири были на дальнем востоке много этнических украинцев расселялись но при советском союзе загнобили ну язык украинский у меня прапрапрадед днепропетровской области один из прапрадедов я вот например понимаю мову но говорить на ней не могу но я понимаю абсолютно ну процентов на 80 не все конечно слова но процентов на 80 я понимаю традиционный вопрос сколько вокруг вас людей в вашем кругу широком кругу поддерживают вот эту войну а сколько против процентом отношения среди моих друзей где моих друзей а их не очень много сто процентов не поддерживают войну те которые были поддерживал я послал так а широкий круг коллеги по работе там соседи родственники друзей друзья родственников и так далее баба и боятся боятся во боятся возможно ну то есть не так много вот явных сторонников вот этой войны там у вас я я я своим знакомым друзьям объясняю что мы этнически у нас прадеды и там про бабки короче были украинцы и путин не делать них ничего хорошего для страны потому что путин это ублюдок который дрочит дрочит страну он любовь любому россиянину скажите что сделал хорошего путин они будут говорить да у тебя типа крутой на самом деле он поднял страну с колен вот что они будут говорить и поставил и поставила раком поднял страну с колен а руки забыл оторвать от земли последний вопрос у вас много машинок машин ездит z и воликой нас нет вообще нету у нас нету здесь но год год полтора два назад были в поселке где живу у нас нет и не было никогда именно в том плане ну я никогда не видел здесь именно в хабаровске видео хорошо ладно спасибо вам за ваше мнение я вас замажу и если вы не возражаете выставлю пусть послушаю я я я хочу знать чем сказать еще вот тот момент на самый на самом деле проблема него не в этом пути не проблема в том что вот у нас население дал бы ну вот они реально дал бы потому что они верят в это не ругайтесь я не хочу ругаться но я не знаю какими словами я с вами согласен вы понимаете что вы мне долго в этом плане это ну это как бы даже не мне а всем как минимум вот кто смотрит наш канал там и так далее все люди это мне даже не должна знаете зачем это видно вот я я был на кладбище ну там по родительскому дню там мог по всем вот этим моментом а через дорогу ну другое кладбище то есть вот эти вот люди поехали вам воевать а потом они штабелями лежат но это же страшное дело ну зачем от как бы вы украинцы там не матерились что брат на брата идет но по сути вот это вот отголоски так сказать ну украины ну именно что у кого-то родственники у нас же все фамилии даже на к заканчиваются и они лежат штабелями не пошли к вам чтобы убивать кого так сказать братский народ ну сейчас какой брат идет на брат ну да да дур 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 дурасть которая вот не ведает не ведает масштабов а вот этого всего это дур дом это уже дур дом это уже не россия это уже дур дом конкретно как вы думаете чем это для россии ему может закончиться ну исходя из истории то это закончится друг 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 друга друг друга у так справлению которые не сериалов его дур 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 plr см от мне а вот они присутствуют одних какого пустота техстики , которые нравишься женщинами это opponents бояль доброты на Gary он松ом все которые войнется не все трудно получается изменивая ваши я neutra да то есть он велище он великих Я просто вам хочу спросить, вот мне вот эти вот чеченцы, дагестанцы или какие-то там хикуты, они мне что, друзья, что ли? Нет, конечно, это разные народы с разными менталитетами, конечно. Они нам говорят о единстве России. Какое единство? Вот мне вот украинец, например, я, например, с ним могу базарить нормально. Я могу нормально с украинцем базарить. Он мне что, враг стал, что ли? Нет, а какие-то уроды приезжают к нам с Узбекистана, там какой-то это. Я ничего не говорю про Узбекистан плохого. Там они крутые, блядь, все это, но они там живут в нищете так же. Но у них здесь в России какой-то заработок есть. А я кто? Я просто человек. Я просто человек. Но если посмотреть на политику, вот эту вот, ну, в большинстве случаев, да от нас все страны отворачиваются. На нас-то стали плевать. Мы никому не нужны. Мы никому не нужны. То есть Россия делает беспредел. Беспредел общества, общество мировое. Говорит, что вы русские дебилы. И я даже не знаю, кем себя уже назвать нам. Я уже не знаю, кем себя назвать. Я вот русский. Мне уже стыдно. Мне стыдно за эту страну. Хотя я человек Советского Союза. Я просто, блядь, ну, вырос когда-то там в детстве. В футбол играл. Потом пришел этот Боря, алкоголик. И все. А потом Путин, блядь, пришел. И вот этот придурочный, как его, Медведев. Ну, придурочный. Да, ладно. Спасибо вам за мнение. Я побегу дальше. А я вам пожелаю, как всем украинцам. Вот я вам скажу, как русские, но этнически где-то там в моих корнях украинские. Я вам пожелаю чистого неба Украине. Без русского мира. Без вот этого вот дерьма, блядь. Которая загнобила собственные регионы. Еще вам, и вам еще, и вас еще хочет загнобить. Да, спасибо за мнение. Всего доброго. Извините за маты. Всего хорошего. Счастливо. Счастливо. Если я не ошибаюсь, около 500 человек, по-моему, таких вот четко политических на сегодняшний день. По-моему, так. Вот так, друзья, хорошая речь, откровенная. Это россиянин с Дальнего Востока, у которого прапрадеды, не прадеды, а прапрадеды, насколько я прослышал, да, были еще вот этот вот зеленый клин, так называемый. Когда там была такая дальневосточная, можно сказать, украинская республика, да. Зеленый клин. Зеленый клин, так и ролик можно примерно с этим назвать. Счастливо. Зеленый клин. Зеленый клин.